Особое мнение на 101FM. Он ехал пьяный, женщина, по всей видимости, сделала ему замечание, за это получила несколько ножевых ранений. Чудом живо осталось, потому что помогли другие пассажиры. Расскажите, это автобус вашей компании? Вам знакома эта ситуация? Эту ситуацию я узнал тоже из средств массовой информации. Автобус этот не нашего предприятия. Более того, у нас подобная ситуация была примерно полтора месяца назад, но на пригородном направлении, когда пассажир, опять же, в состоянии алкогольного опьянения, напал на кондуктора и тоже нанес телесное повреждение. — Смотрите, на самом деле, нигде никто не застрахован, да, и по улицам пьяные ходят, и, наверное, каждый пешеход может точно в такой же ситуации оказаться. Но есть какие-то, не знаю, реальные вещи, которые, может быть, можно внедрить или которые уже внедрены в КПАД, чтобы минимизировать такие случаи? — Ну, безусловно, мы тоже не стоим на месте. Есть законодательства, есть нормативные документы, а именно постановление администрации правила перевозки пассажиров и гаража в общественном транспорте в городе Кире. Соответственно, там четко сказано, что запрещено пассажирам находиться в салоне маршрутных транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения. — А вот это соблюдается как-то? — Ну, нет, конечно. То есть у нас много пассажиров, которые и по городу, и по другим направлениям, по пригородам передвигаются в состоянии алкогольного опьянения, не всегда в опрятном внешнем виде, порочащие там честь и достоинство других пассажиров. У кондуктора есть право пассажира высадить из автобуса, более того, прибегнуть к помощи сотрудников силовых структур. — А вот, допустим, если на примере вашей компании, да, там тоже женщина стоит у автобуса, пропускает пассажиров по билетам. Вот, может быть, в этом случае нужно как-то усилить, не женщину поставить амбала? — Здесь все, что связано с автовокзалом, если осуществляется посадка пассажиров на автовокзале, безусловно, у нас есть подразделение транспортной безопасности, ну, так называемое охранное агентство, которые несут четыре поста на автовокзале в каждом зале, в кассовом, в зале ожидания, и, соответственно, на перроне у нас присутствуют такие люди, которые следят за порядком. — Безусловно, если бы пассажир садился на автовокзале, я думаю, что этого бы не произошло. Чей это был автобус, мне пока неизвестно. Не исключено, что этот автобус был, там, ну, нелегального перевозчика, и мы об этой ситуации, там, пока, по крайней мере, не знаем. То есть, более того, там, не исключен факт, что пассажир мог взять с собой что-то пронести, да, то есть, и выпить, там, в транспортном средстве, такое тоже бывает. Ну, здесь, как я уже говорю, что, в принципе, ничего изобретать нового не нужно. Да, комплексы фото-видео фиксации, наверное, облегчили бы учить, но это только, в принципе, позволило бы доказать тот или иной факт. — Вы имеете в виду камеры в автобусах? — Да, ну, у нас в некоторых автобусах стоят такие комплексы, но не во всех, безусловно, потому что это дорогостоящее оборудование. — И в планах нет пока этого? — В планах, в принципе, есть. Мы идем к этому планомерно. За год поставлено примерно 12 комплексов фото-видео фиксации, но, в основном, конечно, мы их направляем на контроль за работой водителями, то есть, чтобы не курили в салонах-автобусах, чтобы не зарабатывали, соответственно, с пассажиров левых денег без выдачи билета, да, то есть, вот, ну, и, безусловно, там, посадку, контроль за посадкой, там, высадкой. — Ну, вот, как оказалось, левые деньги — это не самое страшное, да, может быть, намного хуже. А какие-то меры, вот, не знаю, в связи с тем, что вот у вас полтора месяца назад произошло, да, то, что вот произошло сейчас, не знаю, какие-то меры вот в данный момент будут внедряться в связи? — Здесь только инструктирование линейного персонала, водителей, кондукторов за, еще раз там, напоминаем, должностные обязанности, правила перевозки пассажиров, и, соответственно, чтобы контролировали, то есть, лишний раз лучше, наверное, пассажира не посадить, если мы видим, что он в сильном состоянии алкогольного опьянения, чтобы вот как раз таких конфликтов дальше не было. Охрана тоже, в принципе, ориентирована, ежемесячно с ними проводятся совещания и инструктажи на автовокзале, директорам автовокзала. В принципе, здесь есть проблем, особо не вижу. — Не знаю, какие-то рамки или нереально не пустить человека в автобус? — Я еще раз говорю, что здесь непонятно, сел он на автовокзале или нет, я даже более чем уверен, что он сел не на автовокзале, соответственно... — То есть это отследить просто не надо? — Я думаю, да, то есть это просто частный случай, который вот произошел. Что касается оборудования автовокзала комплексами, то этот вопрос, согласно 16-му федеральному закону о транспортной безопасности, он решается, но это мероприятия небыстрые и дорогостоящие, на самом деле. Более того, все оборудование должно быть полностью сертифицировано, сертификат практически раз в три года стабильно меняется. То есть мы в этом направлении движемся, в принципе, здесь проблем особо я не вижу. Но я, опять же, более чем уверен, что все эти рамки, комплексы фотофиксации и так далее, они не сильно спасут от того, чтобы пассажир там зашел пьяный на автовокзал, потому что здесь, в первую очередь, есть охрана, которая и без всяких рамок может его не пустить, и обязана его не пускать на автовокзал. Проблем, в принципе, я не вижу. Давайте подытожим все-таки. Есть какие-то реальные способы того, чтобы обезопасить пассажиров от таких вещей, кроме не пустить пьяного в автобус? Ну, самый эффективный способ, наверное, не пускать сильно пьяного пассажира в автобус. Других вещей я здесь особо действенных не вижу. Ну и, наверное, людям поменьше пить, у которых не все в порядке с психикой. Но это очень сложно. — К другой теме перейдем. Недавняя новость тоже. Выделенные полосы для общественного транспорта в Кирове теперь могут стать реальностью. Начать решили с Октябрьского проспекта. И вот в данный момент разыгрывается конкурс на то, чтобы в схеме эта полоса была учтена. — Да. Вообще, вот для меня, опять же, это была тоже новость из средств массовой информации, я ее там услышал, да. Мне непонятен вообще замысел данного контракта, потому что не стоит забывать, что у нас уже на протяжении года разрабатывается комплексная схема организации дорожного движения по КРТИ и так далее, за которую подрядчику должны заплатить 15 миллионов. Контракт не расторгнут, несмотря на то, что он не успевает все это сделать, да. И, соответственно, я техзадания читал. Наверное, один из немногих, кто все-таки там смог его полностью дочитать. Там четко сказано, что в том числе рассмотреть вариант обособленных полос для маршрутных транспортных средств. Зачем делать новый, проводить новый конкурс, делать новое какое-то техзадание, когда, в принципе, в рамках вот этих данных схем, которые я озвучил, можно это все сделать. Но если у нас есть 8 лишних миллионов, ну, удачи. А давайте разберемся, вот эти 8 миллионов, это опять, это субподряд или это опять деньги мэрии? Нет, это понятно, что это, скорее всего, деньги мэрии, более того... То есть это не субподряд, те рязанские... Нет, если бы был субподряд, это генподрядчик бы занимался, мы бы об этом даже, скорее всего, не узнали. Более того, есть вопросы, нужно ли... То есть, по сути, смотрите, когда ты разрабатываешь какую-то схему, ты должен, мне кажется, как минимум провести анализ и понять, где нужна выделенная полоса. А здесь мы говорим, она должна быть на Октябрьском проспекте. Ну, что остается фирме, которая там выиграет аукцион, дальше сделать? То есть просто нарисовать план разметки, указать, где нужно поставить комплексы фото-видео фиксации, чтобы исключить нарушения, да? И все. То есть это не обустройство. 8 миллионов — это просто за проект, я так понял. То есть мне, по крайней мере, так объяснили сотрудники администрации. Соответственно, еще нужно будет несколько миллионов на обустройство это. Но для чего? У нас есть контракт на 15 миллионов, выполняется или он не выполняется, тоже второй вопрос. Либо его нужно расторгать, либо доделать как-то. Но я еще раз говорю, что в техзадании, в том контракте прописан в том числе пункт про выделенные полосы. Для чего новый контракт на 8 миллионов, я не знаю. А техзадание нового контракта вы читали? Нет, я еще его не читал, потому что информация появилась буквально где-то в пятницу, в четверг. Я до него еще не добрался. А самое главное — брать и строить выделенную полосу, оборудовать ее на самом широком участке улицы. Это не всегда оправданно. Вообще здесь у меня вопрос от Комсомольской до Красноармейской, по крайней мере. Точно выделенная полоса не нужна, там никогда не бывает пробок. И там и так три полосы для движения в каждом направлении. Уже начиная от Красноармейской, когда там начинаются заторы в часы пик, и до улицы Карла Маркса. Но, опять же, я считаю, что здесь просто взяли самую широкую улицу и решили сделать там полосу для общественного транспорта. Не скажу, что это всегда оправдано. Даже более того, по другой методике выбираются места для оборудования обособленных полос. Поэтому у меня очень много вопросов. Опять же, не наступить бы на старые грабли администрации и не связаться с подрядчиком а-ля с Рязани. Но у меня пока вопросы, в том числе по данному конкурсу. Я обязательно в ближайшее время ознакомлюсь с их заданием. Пока пояснить не могу. Я считаю, что мне нужна эта схема, потому что она должна быть разработана в рамках Акзода. У нас сейчас перерыв. Через полминуты вернемся в студию. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона сегодня Мария Кожевникова. А свое особое мнение высказывает генеральный директор компании «Кировпассажир Автотранс» Денис Пырлок. Мы начали разговор о выделенной полосе, которую хотят сделать на Октябрьском проспекте, полоса для общественного транспорта. Денис, вот хочется понять, только Октябрьский проспект пока берется. Вот это правильно, что только одна улица? Или это должна быть сразу схема какая-то? Ну, вот здесь, опять же, возвращаясь к тому, что сейчас мы отдадим 8 миллионов рублей на разработку одной улицы. Внедрим, дай бог, что все будет хорошо. Через полгода решим, что проект работает, и нужно еще одну улицу обосабливать. Еще 8 миллионов рублей, или 5, например, если улица короче. И за каждую улицу мы будем платить по 8 миллионов. Это только проект. Я напомню, если я правильно все понял, то это только проект. Нет, это проект 8 миллионов, это полностью схема движения в городе Кирове. Нет, насколько я понимаю, это транспортная схема города, которая в себя включает задачу, кроме всего прочего, светофоров, еще чего-то, проектирование вот этой полосы для транспорта. И получается, это, опять же, вот все, что перечислено сейчас было вами, это мероприятия из схем, которые уже отторгованы на 15 миллионов рублей. Но они не сделаны, и, видимо, сделаны не будут. Вопрос только в том, почему. Я очень сомневаюсь, что расторгнут контракт с рязанским подрядчиком, потому что недалеко, как вчера, было совещание в администрации, я на нем тоже присутствовал, пока комментировать особо там нечего. Но в том числе рязанский подрядчик там был. И пока я не заметил, что кто-то пытается с ним расторгнуть контракт. Он и маршрутную сеть должен разработать. При этом, насколько мы знаем, маршрутную сеть тоже разрабатывает кто-то другой. Субподрядчик, да. И вас привлекая, общественников в том числе. Вот поэтому у меня и много вопросов, нужна ли эта схема, когда мы уже, по сути, 15 миллионов отторговали. Если все-таки 15 миллионов не будет выплачено, будут расторгнуты контракты, и это как раз продолжение вот этой истории, то тогда, ну, я думаю, что рязаннее администрации это все взять и объяснить людям. Ну, потому что деньги немалые. На 8 миллионов, я думаю, что много мероприятий для жизни города можно сделать, в том числе и на 15 миллионов. То есть я пока, у меня больше вопросов там, чем ответов. Но я ознакомлюсь в ближайшее время с тех заданием, но почему-то мне кажется, что это речь идет буквально там об одной улице. По деньгам понятно, да, вопрос городадминистрации. А если вернуться вот к этой выделенной полосе, услышал о вас, что правильнее было бы вот в этой вот схеме заказать все-таки полностью по всему городу все возможные выделенные полосы. А вот внедрять уже... Постепенно, да. Потому что здесь, безусловно, противников у выделенных полос немало. Это все автолюбители, автомобилисты, которые, в принципе, будут немножечко ущемлены, да. Но, в принципе, если все грамотно, правильно там составить, да, проект, то будет четко понятно, что для большего количества людей, пассажиров, будет сделаны блага, да, цивилизации. Ну, не секрет, что в 10 автомобилях может передвигаться там 50, да, если под завязку забиты автомобили пассажиров, а там в одном автобусе как раз 50. То есть, соответственно, расстояние совершенно другое, там нужно, ну, и, опять же, там, очистить город от пробок, в принципе, тоже этим путем можно пойти. Нужна ли она на Октябрьском проспекте, тоже большой вопрос. А с чего бы вы начали, с какой улицы? Ну, я бы рассмотрел варианты, все-таки улицу Московскую, Воровского, и, наверное, пока вот на них бы остановился, потому что это как раз там загруженные участки, и есть сложности в час пик именно там утром выехать с юго-запада, вечером уехать на юго-запад. Но здесь я уже предлагал ввести там на путепроводах реверсивное движение, в принципе, это тоже мера неплохая, нужно ее прорабатывать. Ну, этим должны заниматься там специалисты-профессионалы, которых в последнее время почему-то не видно. А вообще, сколько улиц можно задействовать вот под эту историю у нас в городе? Опять же, надо все просчитывать, то есть это не просто взять и широкое место там обособить, да. Я считаю, что там, ну, улицы 3-2 в перспективе какой-то там годовой можно, наверное, попробовать. Но опять же, надо сначала там внедрить один какой-то участок, понять эффект, эффект это, в принципе, просчитать можно, и уже потом людям, там, жителям, пассажирам, водителям объяснить, что вот, смотрите, эффект такой. Если проект будет провальный, надо это признать. Да, не получилось, но нужно быть открытым там, еще раз говорю, к людям, потому что мы должны делать для них, не только для себя. Ну, вот уже разные со стороны людей, кировчан, высказываются мнения. Допустим, мнение такое, что зимой у нас заваливает там половину дорог и просто никакой выделенной полосы не будет. Зимой с пробками там один из действенных вариантов бороться, это только качественно и быстро, оперативно очищать проезжую часть. Все, больше ничего, в принципе, там зимой сделать мы не сможем. И еще от слушателя Андрея на эту же тему вот сейчас нам принесли вопрос. Я прочитаю, сотрудники ГИБДД должны подключиться, говорит он, если бы машина на Октябрьском парковались параллельно краю проезжей части, в том числе в карманах, а не под углом, хватало бы места всем. Пример у Голваровского и Октябрьского и никакой выделенки бы не понадобилось. Ну, в том числе я со слушателем согласен, я говорю, что это нужно все просчитывать. Безусловно, у нас много где нарушаются правила там остановки стоянки транспортных средств, парковки их. Безусловно, у нас, как я считаю, недостаточное количество сотрудников ГИБДД, которые могут это все оперативно выявить. Да, у нас, насколько я знаю, функционирует комплекс Паркон, по-моему, он называется, который ездит по городу Кирову и снимает автомобили нарушителей. Но я не вижу пропаганды вот этого всего. То есть это должно все равно транслироваться в СМИ, что, смотрите, за неделю оштрафовано 50-х автовладельцев, не нарушайте и так далее. То есть просто оштрафовать для того, чтобы завтра проехать по этому участку и снова оштрафовать, ну, это собираемость штрафов. Я думаю, что это не сама цель. Цель – это нужно сделать качественное передвижение по городу Кирову. Ну, вот к этому нужно там многими шагами и этапами идти. Поэтому, ну, я еще раз говорю, что да, с парковкой у нас действительно в городе Кирове проблем очень много. Еще какие шаги должны быть здесь? Не знаю, светофоры, да? Светофорное регулирование, об этом я уже говорю тоже на протяжении нескольких лет. Но поскольку у нас там отдел транспорта в администрации руководства очень часто меняется, там за год уже третий руководитель поменялся, доносить информацию, я уже не знаю до кого. На самом деле, вот, ну, много проблем можно было бы убрать, ввести там адаптивное передвижение. Я даже больше чем уверен, что не нужно переоборудовать все комплексы светофорные, нужно просто все это в ручном режиме, либо в автоматическом режиме все это как-то ввести синхронно. Ну, пример. Когда мы сделали там, изменили фазы движения на перекрестке улицы Мопро и Ленина, вот, я за там, за полгода ни разу не проехал этот перекресток, не остановившись. Хотя там езжу, там очень часто. Соответственно... Это где сделали диагональные движения, да, или... Ну, там пассажиры, да, сейчас полностью разделили потоки, то есть все транспортные средства со всех направлений стоят. Стоят, а все пассажиры идут. Да, это сделали по аналогии с улицей Попова и Калинина. Да, на улице Попова и Калинина это действительно работает, но потому что ближайший перекресток со светофорным регулированием находится примерно в 700 метрах этой Воровского и улицы Некрасова. Соответственно, прямая трасса, водитель видит, на какой скорости ему нужно подъезжать к перекрестку. На Ленина это не сработало? На Ленина это не сработало, потому что на протяжении там 500-700 метров там три комплекта, три перекрестка. Но уйти от этого не хотят? Не хотят. Вряд ли не могут, но, наверное, не хотят. Ну, у нас все, что внедряется, потом тяжело отмотать назад, потому что никто не любит признавать ошибки. Хотя я считаю, что лучше признать ошибку и сделать все, как было, а то и лучше, да, но вот такими там способами точно нельзя создавать коллапс в городе Кирове. И на самом деле таких перекрестков много, это я один из примеров привел. С темой общественного транспорта продолжим. Уже пара месяцев остается до объявления конкурсов на обслуживание маршрутной сети в Кирове. Готовится новая схема маршрутов, об этом мы уже говорили, в том числе привлекают общественников. И вы принимали в этом участие, я знаю, что вы свои какие-то идеи в администрацию по их же просьбе отправляли. И вот недавно в новостях проскочила информация о том, что хотят закрыть около десятка автобусных маршрутов. Но я так понимаю, это тоже... Эта идея не моя была, поэтому... Одна из идей, да? Да. Вот. Но вот о чем думается-то. Сколько уже лет прошло? Никаких глобальных перемен в нашей маршрутной сети за это время не было. Будут ли они вот реально надеяться на что-то? Или все опять, чтобы как можно меньше волнения и безмощения? Глобальных перемен в маршрутной сети, в принципе, не требуется. Достаточно исключить несколько дублирующих маршрутов, о которых, в принципе, я уже говорил в администрации. Это сделать акцент на троллейбусы, на экологически чистый транспорт, да, и, в принципе, там несколько дублирующих маршрутов автобусов можно исключить. Я предлагаю сократить количество подвижного состава в день, выезжающих, на 30-40 единиц. Объясню, почему. Эти автобусы, троллейбусы в день, каждый день все равно не выезжают. Сегодня на линию не выехало 29 автобусов-троллейбусов. Вчера 29. В пятницу 36. Их они все равно каждый день не выезжают. Они ломаются? Пассажиры их не видят. Почему они? Нет, здесь проблема в кондукторах, в водителях, ну и в том числе в технике. То есть водителей, на самом деле, в этой сфере колоссально не хватает. Люди бегут с тяжелой работой, больше уходят на дальнобой, либо еще куда-то. Соответственно, водителей такого притока все равно нет. Смысл создавать такую маршрутную сеть, которую мы не будем исполнять. Я считаю, что новые условия контракта должны быть максимально жесткие. Сейчас они лояльны для перевозчиков. Прописано 85% выполнения плана в месяц. Перевозчики выполняют 87-90, только Киров-Пассажиров-Транс выполняют 99,5%. Нужно делать 95% минимум, и, в принципе, тогда перевозчики начнут уже думать о качественной перевозке пассажиров. Ломать сильно схему нельзя. То, что было предложено, ну, насколько я там знаю, это предложение АТП. Кто именно их озвучил, не могу знать. Но это полный бред, я считаю. То есть предлагается там часть топовых маршрутов, они не все, конечно, хорошие. Там два маршрута, 37-й, 11-й, я бы, в принципе, тоже бы с ними что-то подумал сделать. Но убрать такой маршрут, как 87-й, он на втором месте в городе Кирове вообще по пассажиропотоку. Маршрут там второй тоже, Ганина. На втором месте по жалобам, когда была горячая линия в общественной палате, Ганина была там, по-моему, на втором месте по жалобам, по нехватке пассажирского транспорта. Ну и в Новоавиатске предлагают оставить один маршрут, 46-й, но это бред. Нет, я так поняла, что предлагается их изменить так, что они будут вывозить из Новоавиатска даже до вокзала, а дальше... Ну, смотрите, на сегодняшний день, мое мнение, пересадкой пользуются у нас процентов 20-25 пассажиров. То есть процентов 80-75, это люди, которые едут без пересадки. Но ведь это была ваша идея, бесплатная пересадка. Бесплатная, совершенно верно. Но только на днях я узнал, что бесплатной пересадки в городе Кирове не будет, она будет стоить примерно 54 рубля. Поедет ли пассажир за 54 рубля? Я считаю, что нет, я не поеду точно. Соответственно, сделать большему количеству людей барьер с пересадкой, я считаю, это неправильно, мы не в том направлении движемся. Если бы была бесплатная пересадка, я бы еще как-то бы задумался. Но, насколько я знаю, никто не хочет за бесплатную пересадку платить. Она будет стоить примерно 50 рублей. Будет стоить билет на автобус 54 рубля? Это называется, скажем так, абонемент на один час 50 рублей. Ты можешь и 20 раз пересесть за час, если успеешь, да? Ты заплатишь 50 рублей. Но у нас ведь пассажир, я считаю, что более одной пересадки за цикл, это уже не идеальная маршрутная сеть и плохая маршрутная сеть. Одна пересадка, это самое то. Соответственно, пассажиру с одной пересадкой платить 50 рублей, когда сейчас он может там за 22 рубля доехать, но это кощунство, просто издевательство над пассажирами. Это расчеты были проведены и вышла такая цифра, да? Да. Ну, в общем, бесплатной пересадки в городе не будет, об этом уже можно не говорить, правильно? По крайней мере, процентов на 90, я уверен, что ее не будет бесплатной. За чей счет она будет, непонятно. Перевозчики там за свой счет не готовы к ней, а администрация там платит деньги, думаю, тоже будет не готова, потому что на самом деле не маленькие деньги. То есть о сокращении там гигантском маршрутов говорить тоже нет смысла? Я думаю, да. Потому что... Да. Ну, дублирующие маршруты в угоду троллейбусным я бы, конечно, часть бы сократил, но, опять же, это не должно сказаться на пассажирах. В любом случае, ежедневно, я еще раз повторюсь, в день не выходит около 30 единиц техники. С ними нужно что-то делать. Зачем перевозчику содержать эти там дополнительные автобусы и троллейбусы, когда водителей все равно нету? У нас сейчас реклама, полторы минуты и вернемся в студию. Особое мнение на 101FM Да, это действительно программа «Особое мнение». Сегодня его высказывает генеральный директор компании «Киров пассажир автотранс» Денис Прлок. Денис, еще одна тема – создание единой транспортной компании, о необходимости которой заявил губернатор, ну, где-то, наверное, месяца полтора назад, да, примерно. И что-то все затихло после этого. Ведется какая-то в этом направлении работы? Нет, ну, здесь точно ничего не затихло. Могу вам с уверенностью сказать. Сильно тут комментировать, опять же, нечего, потому что в процесс я не погружен. Но знаю точно, что правительство Кировской области эту идею разрабатывает. Причем сейчас еще с большим усердием, потому что как раз у нас еще пришел новый министр транспорта. Новости-то есть какие-то? Может быть, уже решили на базе чего это будет? Нет, я считаю, что, смотрите, чтобы не получилось так же, как у нас там с маршрутной сетью, каждую там новость, каждый какой-то там проработанный шаг, мне кажется, нет смысла его опубличивать, потому что, ну, опять же, будет раздравленное мнение у людей, у там, жителей Кирова и Кировской области. Я считаю, что когда будет уже полностью готовое решение, тогда уже правительство его озвучит, расскажет, покажет все плюсы данной реорганизации, да, но плюсов, на самом деле, там очень много. Они перевешивают там все минусы, которые существуют. Поэтому, ну, я еще раз говорю, что идея, она на самом деле прорабатывается, и я думаю, что там в ближайшее время она будет уже реализована, там и озвучена. Ближайшее время это когда? Не могу сказать, я не погружен в этот вопрос, потому что у меня есть там предприятие, в котором я работаю, по новому предприятию пока, я говорю, я сильно не погружаюсь. То есть сейчас власти где-то там... Ну, все расчеты, которые от нас там требуются, мы предоставляем исполнителям непосредственно. То есть работа идет, работа идет в таком... Занимается правительство области. Да, конечно, конечно. Хочу теперь перейти как раз к новостям вашего предприятия, как вы сказали, да, у вас есть дело, и вы им занимаетесь. То есть почитала ваши новости, вашу группу ВКонтакте. В КПАД на тестирование сейчас новый автобус на газомоторном топливе. Расскажите, во-первых, что хотите вы получить по итогу этого тестирования, ну и, наверное, есть какие-то планы на приобретение техники, да, раз такие вещи происходят. Ну, тут, безусловно, там в рамках единого перевозчика все равно будет приобретаться техника, она будет обновляться более быстрыми темпами. Это одно из условий, почему нужна реорганизация, да. Соответственно, у нас автобус уже последние, там, две недели на тестовых испытаниях, далее он едет в Кирово-Чепецк. Ну, любая процедура тестирования – это выявление каких-то ошибок, понимание, осознание того, нужна ли нам такая техника именно, сможем ли мы ее обслуживать и так далее. Техника на газу, да? Ну, в принципе, автобус неплохой достаточно, автобус большого класса, как раз для пригородных перевозок он, ну, самое то. Подвеска у него достаточно мягкая, комфортная по сравнению с лязами, с нефазами, например, да. Видеонаблюдение уже присутствует в салоне в штатной комплектации, соответственно, полностью просматривается вход-выход пассажиров, как раз о чем мы с вами и говорили, чтобы был контроль, да. Есть система книлинга, это когда, подъезжая к остановке общественного транспорта, автобус наклоняется, там, по-моему, на 7 градусов, да. Ну, и, соответственно, под доступную среду этот автобус уже адаптирован, это значит, что инвалидов-колясочников можно перевозить, либо там мам с детьми, да. Ну, то есть речь о комфорте и об экономии, наверное, некой, да? Да, потому что автобус на газе метан, соответственно, экономия по сравнению с лязом, к которому он, в принципе, конкурент здесь неплохой, составляет примерно 3 тысячи рублей в день на топливе. То есть по итогам месяца, как у нас ровно будет месяц, по итогам месяца мы уже ставим полностью обширную картину и будем понимать вообще экономику данного автобуса. Ну, вообще, раз именно такой автобус на тесте, значит, есть планы там по переходу на... Я не скажу, что точно на такие автобусы, то есть мы, я думаю, что не один вариант, просто у нас лязы есть уже, да, мы их... На газовое топливо. На газовое топливо точно, да. А сколько сейчас, какой процент у вас таких автобусов? Ну, у нас на газе вообще получается 6 автобусов, из них 2 на метане и 4 на пропане. А к чему хотите прийти? К автобусам на метане, но у нас сейчас малого класса автобусы, этот класс большой уже, то есть среднего и большого класса, я думаю, что автобусы нашему предприятию необходимы. А процент какой должен быть? Ну, вообще, у нас есть постановление правительства Российской Федерации, которое говорит, что к 2020 году города полумиллионники, да, так называемые, должны до 30% иметь автобусов на газе и коммунальной техники в том числе. А города уже более там миллиона населения до 50%. Соответственно, к 2020 году, безусловно, мы уже не успеваем, но темпы понятны, вектор правительства и Кировской области в том числе, потому что губернатор и Александр Анатольевич Чурин тоже это озвучивали, поэтому, в принципе, мы к этому планомерно двигаемся. Ну, а вот по поводу планов на покупку каких-то ближайших, вы раскроете секрет? Ведь не просто так на тесте? Сейчас, в рамках КПАТа мы в ближайшее время точно приобретать пока ничего не будем, потому что мы тоже ждем создания единого перевозчика. Ну, не секрет, что это в том числе будет и Киров-Пассажир в Транс входить в этот холдинг, или наоборот, на базе Киров-Пассажир в Транс это будет. Поэтому уже в рамках вот этого там единого перевозчика будет полностью приобретаться техника. Есть расчеты, сколько это будет большого класса, малого класса, среднего класса. То есть не надо, чтобы все автобусы у нас там были большого класса, потому что, ну, зачем воздух катать, да, не все маршруты у нас там с хорошим пассажиропотоком. И уже вот в рамках этого предприятия это все просчитывается сейчас, то есть, ну, я еще раз говорю, что мы все там данные предоставляем, предыдущие Кировской области, но здесь, я думаю, что нужно уже озвучивать, когда будет уже все понятно, поэтапно прописана дорожная карта. Из контекста просто выдергивать, ну, получится там лишнее. Ну, это то же самое, что по городу, да, много было разговоров о том, что закупят автобусы, что на тесте ездят троллейбусы, но пока речь об этом не ведется, потому что вот все остановилось, создается новая компания. Так, еще у вас прошел конкурс логотипа, логотипов. Да, мы его приостановили, конечно, немного, но было подано примерно там шесть своих работ. Мне, если честно, там понравилась одна, ну, понравилось три, из которых там я больше придерживаюсь к одной. Мы пока в ближайшее время, опять же, там, не хочу проводить опрос там и тестирование, да, какое-то, потому что, опять же, там, в рамках объединенного предприятия, я думаю, что это уже будет логотип, наверное, кого-то объединенного перевозчика, да, то есть мы его по преимущественности передадим. Да, почему вы этот конкурс сейчас организовали? Ну, просто честно скажу, что хочется немножечко сделать что-то вроде брендирования предприятия. У нас логотип довольно-таки старый, на нем изображен еще автобус Икарус, который уже много лет снят с производства, да. Соответственно, это будет уже, хотелось, точнее, и к дню работника автомобильного транспорта немножечко отбрендировать предприятие, какие-то символические подарки работникам своим, да, сделать. То есть поэтому я и занялся этим вопросом. Но пока на этом стоп, опять же, до того, как не появится. Пока приостановили, да, но не исключено, что в ближайшее время все-таки опрос проведем. Дальше мобильное приложение. Тоже я вижу, что оно развивается, постоянно дорабатывается. Вообще интерес кировчан к покупке онлайн-билетов он есть? Интерес есть, да. Интерес даже, на самом деле, больше, чем я ожидал. На сегодняшний день среди пассажиров, которые приобретают вот эти билеты онлайн, это примерно 2% от общего пассажиропотока с автовокзала города Кирова в месяц. Если учесть, что у нас в июле проданных билетов было 373 через онлайн-продажу, то уже за 2 недели августа их составило 273. То есть мы видим, что уже мы опережаем каждый месяц свои предыдущие показатели. Более того, это как раз связано с тем, что мы развиваемся в этом направлении. Со вчерашнего дня у нас началось, я уже тогда, в принципе, озвучил, что это скоро будет. Со вчерашнего дня у нас началась обратная продажа на маршрут пока в тестовом режиме Киров-Сыктывкар. То есть пассажир может, уехав из Кирова, сразу же купить два билета, да, на наш же автобус тоже, и уехать там из Сыктывкара, не приходя тоже на автовокзал несколько раз, то есть забронировать билет. Уже, в принципе, положительные моменты есть. А как скоро будет регион? На самом деле это все очень сложно, потому что мы это все делаем бесплатно. Мы не покупаем ничего дополнительного, не оборудуем ничего. Если бы все это нужно было сделать максимально быстро, то пришлось бы тратить немалую сумму денег. Я думаю, что в ближайшие, наверное, три недели мы, по крайней мере, все межрегиональные направления точно таким образом дооборудуем, а уже в течение месяца-двух весь межгород в данных направлениях мы хотим как раз там полностью сделать. То есть тут сложностей очень много, на самом деле, это и не стыковка программ нашего предприятия и программ там других перевозчиков, других предприятий, других автовокзалов. Соответственно, все очень сложно синхронизировать, а колл-центр у нас пока не справляется. А расширяться, ну, нет смысла поводить просто персонал, потому что это временные трудности, мы их реализуем рано или поздно. Ага. Может быть, еще какие-то есть новинки, о которых мы не знаем, но они в разработке? Ну, пока мы зациклились полностью на онлайн-продажах, потому что, на самом деле, в этом направлении еще очень много, куда можно двигаться. И, на самом деле, как говорят, это надо было сделать вчера, да? Это надо было сделать, я скажу, еще три года назад, потому что учесть, что... Я считаю, что до момента моего прихода предприятия четыре года было просто там в стадии застоя, ничего не делать, хотя деньги у предприятия, на самом деле, были немалые, финансирование было немалое. Вот это все нужно было сделать еще давно, потому что мы сейчас видим, вот за полгода 2019 года пассажиропоток у нас на всех направлениях увеличился на 2,2%. Соответственно, это как раз плюсы. В деньгах это 8 миллионов рублей, и за полгода мы заработали больше, чем в прошлом году, половине прошлого года. Как раз это конкуренция здоровая, нормальная, с нелегальными перевозчиками. Плюс мы начали работать, сотрудничать с Блаблакар, с информационным сервисом. Там тоже растет, да? Недавно было правительство информации. Там растет тоже пассажиропоток. Более того, Блаблакар начал блокировать нелегальных перевозчиков, которые уже, в принципе, обивают пороги моего кабинета, которые хотят подружиться. Но для нас там порядок один. То есть с нелегальными перевозчиками мы не работаем, мы не дружим. Того, что было раньше на предприятии, до момента моего прихода, когда нелегальные перевозчики ходили пешком по автовокзалу, и даже автовокзал оказывал услуги нелегальным перевозчикам, не понимая, как они могли это все законодательство просто отодвинуть, мы на такие мероприятия не пойдем. То есть хочешь работать легально в секторе, пожалуйста, участвуй в конкурсах, получай маршруты в Министерстве транспорта, работай. Ну, а слушайте, вот вы говорите о росте пассажиропотока. А есть ли в планах увеличение числа рейсов? Потому что вот я на самом деле езжу в южном направлении, но автобусы всегда забиты. То есть увеличить уже некуда. А может быть, кто-то поехал. Смотрите, здесь какая еще тонкость есть. В этом тоже мы, в принципе, ведем работу. Вот у нас до конечной... Ну, например, маршрут Киров-Вятские поляны. Пример. До Вятских полян идет автобус, например, там 20 мест. До самих Вятских полян доезжает всего 6 человек. То есть они едут до Налинска, например, до Суны и так далее. То есть на удобный для них рейс. Хотя есть маршрут Киров-Суна, который идет... Ой, он, по-моему, раз в неделю. Полупустой. Ну, например, Киров-Уржум хорошо ходит там 3 раза в неделю. Он идет полупустой. Соответственно, пассажиры едут на автобусе, который идет на дальнее расстояние. То есть нужно просто распределить пассажиропоток, в принципе, чем мы сейчас и занимаемся. Ну, то есть вы думаете, на этот маршрут не сядет. Смысл просто добавлять количество рейсов, например, опять же, до Вятских полян, когда он едет даже не наполовину, загружен, а меньше. Сейчас вот одно из вариантов, которое мы обсуждали с министром транспорта, с Николаем Анатольевичем буквально недавно. Есть порядка там 6-7 населенных пунктов крупных, в которых вообще отсутствует легальное автобусное сообщение. Понятно, что, скорее всего, перевозчикам невыгодно будет работать по этим направлениям именно категории D автобусы. Но есть категория B, это такси до 8 мест. Соответственно, с ними мы, я думаю, что в ближайшее время будем проводить встречу и с легальными перевозчиками такси, у которых есть разрешение, у которых есть ИП открытое и так далее, будем, скорее всего, указывать услуги автовокзала. То есть, ну, например, автобус до Песковки прекращает свою перевозку. Почему бы туда такси не пустить, да, например? То есть автобус до Фанасева прекратил давно перевозку, до Кирса и так далее. То есть вот эти все направления мы сейчас там продумываем с министром транспорта. Ну, та же СУНА, если это популярное направление, почему бы... Ну, то есть везде, где нет легальных перевозчиков, туда мы обязаны запустить общественный транспорт. Неважно, такси это будет или автобус, но он должен быть легальный. Соответственно, вот в этом направлении мы сейчас как раз работаем с новым министром. Ну, в общем, работы не початый край, программа наша заканчивается. Все, что... А об остальных планах поговорим в следующий раз. Спасибо, Денис. До свидания. До свидания. Доброго дня всем слушателям.